Привет всем! С вами Лика Апьек. И сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, бизнесвумен, сыроед, ведущая и создатель проекта «Ты и спорт» и проекта «Сыроедение» «Let's roll» Кира Штафовна. Здравствуйте, Кира! Привет, Анжелика, привет! Спасибо большое за такое классное представление. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Я давно хотела увидеться с тобой, как-то всё не получалось. И вот, наконец-то, мы сейчас разговариваем с тобой. И я бы хотела тебе задать несколько вопросов, так как я являюсь фегетарианкой с последующим переходом на сыроедение. Меня очень интересуют эти вопросы. Начнём с того, Кира, когда ты пришла к тому, что ты хочешь перейти на сыроедение? На каких источниках, может быть, ты увидела информацию о сыроедении? С удовольствием поделюсь сегодня информацией о моём проекте, о моём переходе на сыроедение, о моём опыте. И очень рада, что ты также задумалась об этой теме. И скоро пополнить наши ряды, потому что это, на самом деле, очень важно. Мой переход на сыроедение случился в октябре 2013 года, после того, как я нашла книгу Вадима Зеланта «Взлом техногенной системы». Такая, знаешь, на самом деле, цепочка взаимосвязи. Книгу я нашла тоже по причине того, что начала заниматься блогом по здоровому образу жизни, вот и спорт. Всё такое закрутилось, начала глубже узнавать. И пришла к тому, что питание – это один из важнейших факторов, который влияет на наше здоровье. Потому что раньше ты занималась спортом, всегда занималась спортом. С детства ты были там физкультура, лёгкая атлетика, волейбол и так далее. Но я чувствовала себя, да, хорошо, но это не давало мне полную свободу от простудных заболеваний, ОРЗ, головных болей, которые со мной случались. И задавалась вопросом, почему же? Вроде как спорт, здоровый образ жизни. Я никогда там не употребляла чем-то, питалась, старалась питаться правильно. И вот всё равно были такие заболевания. Вот. И ответ на себя, для себя я нашла. Наше питание оказывает огромнейшее влияние на наше здоровье. Вообще у тебя в твоём окружении много единомышленников? Потому что, ну, я сталкиваюсь с таким вопросом. Мой муж ярый противник этого. Не то, что даже противник, но, по крайней мере, он не вмешивается в моё питание. Но, не дай бог, я ему заикнусь о том, чтобы он переходил на сыроедение, на вегетарианство. Вот я знаю, что ты тоже приехала сюда с мужем. Он поддерживает тебя в этих начинаниях. Вот по поводу единомышленников. Когда я переходила на сыроедение, у меня не было ни одной живой души. Вот среди моих друзей, знакомых, которые были бы и являлись бы сыроедами. Было-то шло. Я переходила одна, я узнавала информацию одна. Там готовила себе одна. Не с кем было посоветоваться. Только в интернете были люди, форумы. Ну, на самом деле, прошло время, у меня появились такие друзья. Особенно, приехав сюда, в Таиланд. И даже уже, ещё живя в городе Санкт-Петербурге, начала находить таких людей, наверное, притягивать. Всё потому, что занялась этой темой. И впоследствии, стало тоже, конечно же, хотелось, чтобы муж тоже был более здоровым человеком. Я ему просто начала рассказывать об этой системе. Он заинтересовался, но, конечно, переходить так и не собирался. Потому что такой явный мясоед считает, что без мяса, без белков, как можно жить вообще. Я тоже, кстати, так считала, что я, может быть, помру через месяц, если я не буду есть мясо. Ну, как видишь, живая, даже без варёной, жареной еды. Я давала ему информацию. Он ещё такой, знаешь, человек скрупулёзный. Ему нужно прямо доказать. Доказать с точки зрения медицины и так далее. Доказывала, то есть сидела кропотливо, доказывала. Ещё, может быть, в некоторых моментах не доказала ему, потому что всё равно ему требуются прям конкретные доказательства. Мы ещё в процессе, но, тем не менее, он перешёл на сыроедение, потому что нужно было перейти. У него была язва, и эта язва не давала ему долго жить. И как он перешёл на сыроедение, всё это исчезло, и также исчезли другие проблемы со здоровьем. Так же, как у меня. Поэтому, наверное, люди, которые задумываются о своём здоровье, они со временем понимают суть правильного питания, здорового, и также переходят на сыроедение. Всё со временем. А вот вопрос о язве. Многие говорят, что с гастритом, с язвами ни в коем случае нельзя есть фрукты, ни в коем случае нельзя есть сырые пищи. То есть можно есть жареные овощи, варёные, там, крупы. Тушёные, ну да. Очень удивительно, на самом деле. То есть я тоже удивлена, потому что у меня гастрит поверхностный. И я сейчас очень много ем фруктов, и, в принципе, у меня ни разу не заболела ни поджелудочная железа, нигде не забеспокоила. Поэтому прекрасно. Столько мифов. Вот у меня тоже клиенты есть, им тоже советуют добрые люди, скажем так. Будешь пить соки, у тебя будет там кислотный желудок, кислотность повысится, у тебя будут проблемы, будут язвы, наоборот, гастриты от плодов, от овощей, от зелени. Но это, конечно же, абсолютный миф и абсолютно не так. Будут проблемы с поджелудочной, в том числе и с желудком, и вообще со всем желудочно-кишечным трактом, если вы будете употреблять варёную, мёртвую еду и жареную. Как ты переходила на сыроедение? То есть, вначале, насколько я знаю, нужны какие-то очистительные процедуры, были ли у тебя какие-то очистки, может быть, голодания? Мой переход на сыроедение не сопровождался чистками, что, кстати, очень плохо. На самом деле, чистка нужна для того, чтобы кишечник вновь начинал усваивать те овощи, те фрукты, которые мы кушаем. У меня был голод, то есть я кушала много-много салатов, много овощей и фруктов, и всё равно хотелось есть, потому что полноценно не усваивалась эта живая пища. Потому что в кишечнике у нас, на нашем кишечнике такой налёт слизи, которая уже каменеет практически, твердеет, со временем она действительно как камень твёрдая становится. И этот налёт на кишечнике не позволяет всасывать полезные вещества, так как это должно быть у человека по природе, всасываются полезные вещества именно в кишечнике. Поэтому, когда чистка происходит, этот процесс восстанавливается, образуется также симпатическая микрофлора в кишечнике, и начинают усваиваться овощи, фрукты и зелень. Вот, дальше. Я сделала чистку, получается, после четвёртого-третьего месяца примерно, когда приехала уже в Таиланд, и очень рада была этому, потому что это лёгко, действительно, я почувствовала много чего ненужного из меня вышло, всякие токсины, шлаки и грязь. Вот, а потом я голодала, голодала на сухую, три дня, но этот опыт я не скажу, что был правильным, и я не рекомендую на самом деле голодать, особенно на сухую, особенно продолжительное время, если вам это вот прям очень сильно не необходимо, то есть там какие-то заболевания лечатся голоданием. При голодании замедлился очень сильный обмен веществ, то есть наш организм понимает, что-то его не кормят, что-то у нас всё плохо, да, и давай-ка мы запасать будем всё это дело. И даже буквально вот от фруктов можно полнить, то есть организм запасает, он замедлил свой обмен веществ, и даже от кусочка там арбуза можно растолстеть. У меня такое случилось, то есть я начала потом набирать вес, и хотелось тоже опять постоянно кушать, то есть как сорвалось, то есть после выхода из голодания хотелось есть, 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 есть. И буквально вот до мая, это было в феврале примерно до мая, и я вот с этим боролась на самом деле. Поэтому вот опыт голодания я просто уже сама на своём предоказала, что не стоит применять, если он только не очень вам сильно необходим. Вот, потому что будете восстанавливать обмен веществ, и, кстати, вот диеты, да, тоже очень многие девушки практикуют, то же самое, человек вводит в свой организм такое шоковое состояние, стрессовое состояние, опять же, организм начинает накапливать, и даже если она на этой диете скинула какие-то килограммы, они обязательно вернутся, и вернутся ещё сверху. Обмен веществ. Не нужно ничего кардинального своим организмом делать, если это там срочно необходимо. Это очень интересная информация, потому что я планировала после чистки обязательно посидеть на голодании. Лучше кушать, кушать, как хочется, столько, сколько хочется. От сырой еды вы никогда не потолстеете, если у вас нормальный обмен веществ. Поэтому и надо общаться с единомышленниками, чтобы не совершать неправильных поступков при переходе на сырое единое. Да, это точно. И вот, Яна, сколько знаю, ты уже практически 8 месяцев на сырое единое. Да, получается, в июле, 1 июля будет 9 месяцев уже, 100%. И это даже уже не сырое единое, это уже фруторианство, и причём моно. Ты какие улучшения чувствуешь в себе? То есть вот именно в физическом плане, именно, может быть, в каком-то даже духовном плане. Может быть, ты как-то по-другому стала относиться к окружающей нас, в действительности, к себе лично? Ну, после строения мой мир изменился, изменился в лучшую сторону, потому что, во-первых, это первое, что исчезли те проблемы со здоровьем, которые раньше были. Болела голова жутко. Вот для меня это была проблема сильная, один-два раза в месяц. Так болела голова, что вообще невозможно ничего было делать. Если я ходила на учёбе в университете, я брала такси, просто ехала домой, и идти не могла. Болела голова? Ну да, я выпила эту таблетку с рамона, ушла головная боль, но причина-то не исчезла. Почему она болела голова? Не просто так она болела, да? Любая болезнь вообще в нашем организме — это скопление токсинов, ядов в какой-либо части нашего организма. Вот и всё. У меня перестала болеть голова. То есть я пришла на старый день, и у меня ни разу не болело. Для меня это было откровением. И я просто убрала из своего рациона ежемесячно вот эти таблетки с рамона. То есть в сумке у меня их больше нет, вообще таблеток нет, и аптечками я не пользуюсь. Для меня это счастье было первоначальное. Во-вторых, аллергия. Сильная была аллергия на животных, такая, что я действительно задыхалась, там, сопли, красные глаза и так далее. Всё, сейчас этого нет. Есть маленечко на кошек чуть-чуть, там осталось, там красные пятнышки выходят. Но это потому, что ещё не почистилась до конца. Но в основном с собаками я там уже общаюсь, всё равно кошеглажу, но это уже не такая аллергия, как было раньше. Вот. По поводу лёгкости — это отдельная тема. Я вообще себя чувствую, ну, не знаю, какая-то вот лёгкость в ногах, в руках, в теле. Ты можешь бежать 6 километров и без проблем, не задыхаясь, нет одышки, да, нет никаких проблем. Ну, ты чувствуешь, как твой организм работает, работает так, как должен работать, как часы. Никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, да, то есть никаких там газов, газообразования, вообще всё идеально. Особенно стало хорошо на моносыроедении, когда ты кушаешь только, ну, если это апельсин, то апельсин, если это арбуз, то это арбуз. На мой взгляд... Ну, что, по смыслу приёмами пищи, сколько времени должно пройти, то есть между арбузом и апельсином? Сейчас это вот, допустим, мы кушаем часов 9, 12, 3, 6, ну, может быть, небольшие перекусы, там, кусочек часа абуза. Часа 3 примерно, да? Да. Вот. Моносыроедение – это ещё такая более эффективная ступень сыроедения, которая вас приведёт ещё к большему здоровью. По поводу зубов, волос, ногтей, там, говорить не буду. Всё это, конечно же, улучшилось многократно. Дыхание просто изо рта, допустим, даже после ночи, раньше оно было там с бактериями, да, там, чувствовала я, что много бактерий развивается на ртовой полости. Сейчас это всё. Я даже могу зубы, грубо говоря, не чистить, да, но я их чищу, конечно же, но просто дыхание свежее, даже после ночи. Ну, вот самое интересное даже сегодня стало, у меня болит голова, да. У меня каждое утро, у меня не хватает воздуха, у меня болит голова, и я понимаю, что что-то во мне, в моих сосудах, наверное, что-то не в порядке. Что-то не в порядке, она не просто так болит. Потому что в последнее время я даже питаюсь довольно-таки правильно, но это всё, я думаю, процесс не одного дня, поэтому пока организм очистится, я надеюсь, что это скоро произойдёт. Наконец-то головные боли будет. Кстати, ну, если ты сейчас приближаешься к процессу именно здорового питания, то головные боли, возможно, это реакция от чистки организма. То есть в кровь попадают токсины, и такие мощные чистки бывают у людей сразу. Если слишком плохо становится, например, головокружение, да, вот у кого-то, то лучше замерить процесс очищения организма, и в рацион ввести немножечко варёных, там, овощей. Не, там, макарон, да, жареных, там, мясо и так далее, а именно овощей на пару или варёных. Вот, это немножко замедлится, и вам не будет так плохо. Но, тем не менее, чистка будет продолжаться. Отлично. Вот ты общалась со многими людьми, у них были маленькие дети, да, я понимаю, что у вас пока ещё детей нет. Да. Но вот эти дети сыроеды, да, насколько я понимаю, разводители. Да, да. И как они выглядели, данные дети, то есть, выглядели здоровыми, или, как все думают, немощными, худыми, без витаминов. То есть, я очень переживаю на это по этому вопросу. Да, я уже с самого начала решила, что мой ребёнок будет вегетарианцем, он не будет есть мясо ни в коем случае, никакого животного белка. Но насчёт сыроедения я, конечно, наверное, хотела бы немного проверить на себе сначала, да, это перед тем, как давать ребёнку. И мне очень бы хотелось пообщаться с людьми, у которых есть такие дети, и твоё мнение. Да, расскажу про вот этот опыт. Я действительно общалась с людьми, у которых детки сыроеды, и причём не одни детки, а уже второй ребёнок сыроед. Дети совершенно здоровые, выглядят замечательно, с удовольствием едят эти фрукты и не хотят есть то, что они в жизни своей ещё не пробовали, вот эти все жареные вещи. Просто не хотят. Даже когда им предлагают, не хотят. И есть вот, допустим, семья прекрасная Калмыковых, они сейчас даже делают видео тоже о том, что едят их детки. Детки сами готовят себе салаты, так всё-то здорово, да. Кажется, детки и ребёнок. Здоровые, не болеют. Ждут они ещё, кстати, следующего ребёнка и будут рожать скоро ребёнка. Всё великолепно. Ну, то есть, и выглядят они замечательно. И, кстати, вот дети, которые на сыроедении хотя бы до трёх лет придержались, у них иммунитет повышен, это вот тоже доказано. Болеть они будут реже, проходить болячки будут быстрее. Ну, я так понимаю, вы планируете ребёнка, и он обязательно будет сыроедом? Да, когда мы будем рожать нашего ребёнка, он будет сыроедом, безусловно. Потому что, ну, пути назад на самом деле нет. Я вижу огромный плюс вот в таком питании, и буду продолжать так питаться. Я, мой муж, ребёнок. Я, к сожалению, уже после твоего вебинара увидела информацию о том, что у тебя проходят вебинары. Скажи, Кира, когда в следующий раз нужно покажем такой вебинар? Да, с удовольствием приходите, я буду ждать. В следующий раз будет 25 июня, то есть совсем скоро, это будет среда, в 19.00 по московскому времени. А можно в онлайн, да, то есть в тюрьме? Да. Вам нужно будет зарегистрироваться, получается, по ссылочке на моём сайте есть. Баннерс, ссылка, которая ведёт на регистрацию. Зарегистрироваться, там всё получите в рассылке. Я смотрела очень много положительных отзывов, и буду очень рада поприсутствовать. Спасибо большое, буду рада видеть. Мне безумно приятно поговорить. У меня очень много вопросов, но если я все это дам, то и двух дней, по-моему, не хватит, чтобы провести интервью. Я надеюсь, мы обязательно ещё увидимся, обязательно ещё запишем не одно интервью. С удовольствием. И поговорим о других каких-то аспектов, и пройдёт ещё больше времени, может быть, будет больше вебинаров, и больше людей будут знать от той деятельности, которую ты ведёшь. У тебя прекрасный проект, вообще очень интересный. Я каждый день смотрю и каждый день слежу за новыми интервью, новой информацией. Спасибо тебе огромное. На самом деле, цель моего проекта, цель моя – это рассказать как можно большему количеству людей о том, от чего не бывают болезни, о том, как можно прожить эту жизнь счастливо, гармонично и до 140 лет. Ну вот, я надеюсь, что мы проживём до 140 лет, и у нас всё будет отлично. Хорошо, спасибо большое, Анжелика. Пока.